Приветствую вас, друзья! Вы смотрите 22-й выпуск дайджеста новостей Аватар Технологий. Как обычно, по понедельникам мы рассказываем вам о событиях, произошедших за неделю в сфере технологии искусственного тела, кибермедицины, робототехники. Начнем! Врачи Калифорнийского университета провели уникальную операцию по пересадке полностью искусственного сердца, предназначенного для трансплантации детям и подросткам. 44-летняя жительница Калифорнии страдала от тяжелой формы сердечной недостаточности, и ее жизнь находилась под угрозой. Стандартная модель полностью искусственного сердца, предназначенная для взрослых людей, не подходила женщине по размерам, и врачи решились на пересадку экспериментального органа, разрабатываемого для детей и подростков. Пациентка хорошо перенесла операцию. Искусственное сердце позволило ей прожить несколько недель до того момента, когда ей было пересажено здоровое донорское сердце. Врачи утверждают, что проведенная ими операция является уникальной, а экспериментальная модель сердца скоро будет официально разрешена к использованию. Американские исследователи предложили новое решение в лечении закупорки артерий, бурения заблокированных артерий с помощью нанороботов. По плану ученых из Дрексельского университета, наноразмерные шарики из оксида железа поставляются в кровоток пациента посредством катетера. Шарики будут держаться вместе за счет магнитных сил и химических связей. После включения внешнего магнитного поля каждый наноробот начинает вращаться, и вся цепочка, подобно штопору, будет продвигаться в потоке крови сосуда. Манипуляции с внешним магнитным полем дадут хирургам возможность управлять шариками непосредственно в закупоренных областях. Считается, что такой наноробот сможет пробурить артериальные пляшки и таким образом восстановить ток крови. После того, как работа артерий будет восстановлена, нанороботы могут раствориться в крови или же использоваться для достатки вещества, препятствующего образованию новых тромбов. Специалисты из Дрексельского университета надеются, что технология будет разработана и проверена в клинических условиях уже в течение ближайших четырех лет. Специалисты японской научной лаборатории Digital Nature Group создали голограмму, которую можно безопасно потрогать руками. Эффект безопасной на ощупь голограммы был достигнут за счет сокращения длительности импульсов лазерного излучения и перехода с наносекунд на фемтосекунды, миллионные доли, миллиардные доли секунды. Голографическое изображение состоит из крошечных объемных элементов, так называемых вокселей. Воксель представляет собой световую точку, излучаемую плазмой, которая создается при ионизации воздуха лазером. Видимое изображение является трехмерным представлением двумерных данных. Создаваемые с помощью этой технологии осязаемые голограммы планируется использовать в витающих воздухе голографических интерфейсах. Компания Panasonic уже в сентябре этого года начнет продажи экзоскелета для переноса тяжестей. Носимый экзоскелет при собственном весе в 6 килограммов может поднимать до 15 килограммов груза, снижая нагрузку на позвоночник работника. Батарея обеспечивает время работы экзоскелета до 8 часов. Всего компания рассчитывает продать за год 1000 экзоскелетов по цене чуть более 8000 долларов за комплект. И в заключение посмотрите видео, в котором робот играет главную роль в оперной постановке. Ученые из Берлинского университета имени Гумбольта, Германия, сделали роботизированного оперного певца. Автономный робот по имени Майон умеет реагировать на реплики действующих лиц и музыку без вмешательства человека, на что у разработчиков ушло два года кропотливой работы. По сюжету пьесы роботы расчленяют, поэтому немецкие инженеры обеспечили независимое электропитание всем его составным элементам и сделали сборку-разборку робота максимально быстрые и удобные. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем 22 выпуск дайджеста новостей АВТ-технологий. Подписывайтесь на канал, не жалейте лайков, оставляйте свои содержательные комментарии и до встречи через неделю.